Табор уходит в небо и он вместе с табором, молодой человек, похищенный цыганами, отказался их покидать. Дело о пропаже ребенка 16-летней давности раскрыли в Ростовской области. Мальчик исчез, когда ему было всего 6 лет. Да, вот этому вот взрослому, уже довольно молодому человеку. Василий вместе с мамой торговал зеленью на рынке города Шахты. А нашли его только сейчас, 16 лет спустя. Стражи порядка задержали его за то, что он спал в чужой машине. Представился он как Михай, но в ходе проверки выяснилось, нету молодого человека цыганских корней. В итоге Василий рассказал, что жил все эти годы в таборе. Читать и писать он в свои 22 не умеет. Теперь правоохранители думают, что же делать с этим цыганским мауком. Ведь по словам специалистов, под большим вопросом, сможет ли он адаптироваться к обществу. Сам молодой человек заявил, что хочет остаться в таборе. Родные искали Василия много лет, но их уже не осталось в живых. А вот родная тетя от племянника отказалась. Хотя в детстве она заменяла мальчику родителей. Ну, брат придет же, и вечно этот ребенок голодный. Начинаешь его кормить, он прям плачет, просит, чтобы его покормили. Съест еще, просит. Ну, голодный ребенок был. И голодный, и грязный. И дома у них, что творилось, вечно грязь. Вечно они оба пили. И мама даже раз еще жива была, брата, день рождения. Это же еще только родился, Вася. Она говорит, я не могу. У меня душа не на месте приходит. Они оба пьяные. И даже в молочке не сходили, идите за молоком. Редактор субтитров А.Семкин